Измерить объем головы, подобрать противогаз и обязательно его продезинфицировать. Сейчас это только тренировка. При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники Самарского митрополитена должны знать, где и в каком порядке получить так называемые средства индивидуальной защиты. При наступлении какой-либо ситуации я уже знаю, куда прибыть, и чтобы получить противогаз для защиты от всяких вредных веществ. Наша первая задача организовать, прежде всего, средний руководящий состав, для того, чтобы далее все работники митрополитена получили все необходимые средства индивидуальной защиты и были готовы к реагированию и к защите себя от вредных факторов и воздействий, которые могут быть. В регионе стартовала масштабная тренировка по гражданской обороне. Такие проходят по всей стране. В них участвуют предприятия, а также органы исполнительной власти и местного самоуправления. Главная задача – подготовить жителей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Вот эта данная тренировка по гражданской обороне, она позволит нам выявить какие-то, может быть, слабые места и потом спланировать уже повседневную действенность таким образом, чтобы устранить выявленные недостатки и быть готовым, чтобы и руководители предприятий и организаций, и сами работники, да и все население городского округа Самара было готово к действиям в условиях каких-то чрезвычайных ситуаций, непредвиденных ситуаций. Сегодня тренировки по гражданской обороне проходят по всему городу. Кроме пункта выдачи противогазов, организована учебная эвакуация студентов и сотрудников университета, смотр спасательных подразделений, места санитарной обработки техники. Завершится марафон 7 октября учениями. По легенде, специалистам предстоит ликвидировать крупное ЧП. Андрей Горгуленко, Алина Чемерис, Станислав Левин. События.